Привет, ребята! Сегодня новый день, и представляете, наверное, самый холодный вообще за... Ну, не знаю, насчет за этот год, все-таки год у нас начинается 1 января, но конкретно этой зимой, мне кажется, самый холодный. Кость сейчас и пишет, что минус 16, это, мне кажется, от того, что у нас просто машина уже разогрелась, и она как бы... Не, не знаю, по крайней мере, по прогнозам в интернете, там вообще аж целых минус 21, ощущается как минус 27. В общем, не знаю, холодно, судите сами, мне холодно, дышать было тяжело от мороза. Мы сейчас со Славой едем на мероприятие, очень крутое, я наряднее в шубе, но я не собираюсь там находиться в шубе, я шубу оставлю в машине, понятное дело, но к такому луку я не могла надеть пуховик уж, сами понимаете. Я даже туфли нарядила, думаю, ну, это надо как бы. Слава в костюме, посмотрите на этого мужчину, господи, боже мой. Водитель заказывали? Как Слава уже пошутил, что звоните. Бизнес-такси. Это самое лучшее бизнес-такси. А можно этого мужчину потом к себе домой забрать? Нет. Да можно, ну мне-то можно. Не выезжено. А, ладно, жене можно. Я сегодня, ну, очень плохо, мало спала. Вчера я всю ночь смотрела обзоры, трэш-обзоры на салонах. Ты, блин, что такое? Вот так, как в стихах. Мороз и солнце, день чудесный. Я сегодня легла очень поздно, потому что я всю ночь смотрела обзоры на трэш-салоны. И при этом перекидывала фотки с телефона на компьютер, чтобы я могла почистить телефон и так далее. Я сделала красивое личико. И из-за этого я легла очень поздно. Я думаю, в пять я легла. Я даже вот буду спать и как бы вам рассказывать. В пять я легла. Потом, мне кажется, до шести я не могла уснуть. Думала о разных всяких делишках. Типа о том, что я сделаю, когда проснусь. Ну, знаете, вот это вот. Когда ты перед сном думаешь о том, как пройдет твой день. В итоге, как бы ты просыпаешься, все идет абсолютно по-другому. Не так, как ты себе придумала. Зачем вообще надо было думать об этом перед сном? Непонятно. Встала я в 10 утра для того, чтобы помыть голову. Я думала, сделаю себе укладку, типа накручу. Но потом как-то я что-то подумала. Блин, да? Ну, я больше люблю, когда волосы накручены, если честно, чем когда они прямые. Потому что так они выглядят более уложенными, что ли. Более интересно. Вот. Помыла голову. Кофе сделала себе прямые волосы, обсушилась, накрасилась. Ну, в принципе, вот мы едем. И пробки сумасшедшие. Я, если честно, думала, что это находится ближе. Мы сейчас едем в времена года. У нас тут только одна пробка. Переди вот эта вот. На 40 минут, полтора километра мы едем 40 минут. Ах, реально. Посмотрите. Я вообще такое чуть ли не в первый раз вообще вижу. Ну, бывает пробка, типа, на 15 минут. Ну, из 46 минут всей нашей, да, вот дороги предстоящей, оставшейся, пробка на 38 минут. Это вообще как? Это просто кошмар. Я такого реально еще никогда не видела. Я бы поняла, если было там 15 минут, даже 20, но 38, это уже совсем переборется. Ну, кстати, радио какое? Монте-Карло, Паек-ФМ. Я люблю пообщаться с красивым мужчиной в такси, с водителем. Мне очень всегда интересно его мнение, его жизненный путь, его цели. Вообще, я бизнесмен. Да? Просто в такси подрабатывать. А теперь у меня случайно не сидели. Просто в такси подрабатывать. А то разные таксисти бывают. У меня, кстати, был как-то такой таксист, который рассказал, что в тюрьме сидел. Думаю, как интересно. Спасибо, что делитесь такой личной информацией, которая совершенно меня не напрягла сейчас. Ну, я не знаю, по какой статье он сидел. И я, если честно, задать не очень сильно хотелось. Ну, ладно. И что вы еще расскажете? У нас начинается ролевая игра. Ну, а что? 48 минут. Это, точнее, 39 минут, кстати. Это вполне себе можно заняться чем-то более полезным. Красивый мужчине. Чего? Врубай. Чего? Камеру врубай. Мы вообще с целым месяцем. Съемка разрешена по закону. Я вчера, знаешь, смотрела выпуск вот этой вот девочки, блогершины, которую я как бы подсела. Молотова. Она вроде все-таки Настя. Я просто так не поняла, как ее зовут. Фамилия. А? Фамилия. Что фамилия? Молотова. Я знаю, но просто фигня в том, что она в каждом салоне по-разному свое имя называет. Ну, правильно, чтобы мне это назвать. Ну, да, но просто я же как зритель, я так и не поняла, как ее зовут. Ну, может, я не все видео посмотрела, да, где это будет понятно, но я так поняла, что Настя в комментариях так писали. Короче, и у нее там спрашивают в одном из салонов, типа, ну, у вас должно быть разрешение, покажите ваше разрешение на съемку. Предъявите ваш документ о том, что вы там журналист или что-то, типа, ну, у вас есть разрешение? Она говорит, да, у меня есть разрешение. Она говорит, какое у вас разрешение? Говорит, мне Вова разрешил. Я с этого так прожила. Она говорит, какой еще Вова? Он говорит, ну, Владимир мне разрешил. Какой? Она такая, Владимирович. Ну, типа, понял. Типа, она говорит, типа, я не понимаю, девушка, о чем вы говорите, разрешение вашего. Она говорит, мне Владимир разрешил. Она говорит, какой Владимир? Она говорит, Путин, он Конституцию написал, он мне разрешил. Ну, не он написал. Ну, понятно, но имеется в виду, что, ну, короче, типа, капец. Короче, просто по Конституции, да, вы имеете право снимать в любом общественном месте, там, собирать любую, там, грубо говоря, информацию любым законным способом. То есть, как бы, снимать можно. Сказала, куда же мы едем. Наконец-то солнце не светит мне глаз. Мы сейчас едем вот в этот торговый центр. В общем, сейчас там происходит открытие бутика Fendi, и нас туда пригласили. И я на самом деле была приглашена и на, мне кажется, ну, там, одно из первых мероприятий, как минимум в этом году, это точно, я думаю, было первое такое мероприятие. В ЦУМе тоже Fendi приглашали, но в тот момент мы со Славой находили есть в Турции, поэтому, к сожалению, мы не смогли присутствовать. Но я думаю, что, ну, как бы, вы люди знающие, вы представляете, насколько это, ну, приятно быть приглашенным на мероприятие такого бренда. Действительно, как бы, чувствуешь себя очень важной персоной. Поэтому мы вырядились просто как на свадьбу практически. Но не, на самом деле, все-таки хочется, конечно, выглядеть достойно, презентабельно. Не то, чтобы там на каких-то других мероприятиях нам пофиг, как мы выглядим, нет, просто, ну, есть какое-то ощущение, что это мероприятие более такое, не то, что торжественное, но с какой-то изюминкой, где нужно соблюсти хороший дресс-код. Хотя нам не присылай никакой дресс-код, есть тщетно. Она у нас там из как синих оттенков, темных, а более ярких оттенков, как красные, как шизненькие, блеженькие, или каких-то темных футов. Мне кажется, что идеально подошло бы для вас, для вас, для вас, да? Да, я знаю, у вас очень красивые ножки, поэтому прям идеально, мне кажется, было бы. Ну, давайте попробуем, я не против. Не было бы, вот это, но, конечно, не знаю. Оно красивое, но если бы, ну, надо, может быть. Ну, да, ну, просто, ну, подними, наверное, немножко, ну, мое. Спасибо, Карл. Погай, сон, проникал, дурочек. Спасибо, у нас все. С вами выбираем один цвет, чтобы создал настроение. Также шарики. Тоже один цвет? Да, но можно и разные. Ага, ваше рассмотрение. Есть золото, серебро и рубиновый. Шишка от натурального, лимонское бриллианное. И шесть бриллиантов. Конечно. Бриллиантов побольше. Шерную ленточку, в которой мы оборачиваем нашу корову красотищу. И красную барху. Это тоже выбирать, да? Или красная и черная они вместе? Это все вместе на море уже. Света можно, да, добавить? Красную. Красную золото добавляем? Ну, да, на контрасте. Да. Красную золотую. Ребята, привет! Я уже дома. На самом деле, сегодня сумасшедший день. Я сходила на ресницы. Мне кажется, у меня сейчас немножко красный глаз, потому что, мне кажется, я что-то потерла. И, короче, ну, зря я это сделала. В общем, ну, суть не в этом. У меня вышел влог. Называется «Новый пакет пресетов». Я открыла второй канал. Не хочу отмечать свои 24. Я там очень много действительно болтаю по поводу летсплея, по поводу того, что кто-то считает, что у меня скучно жить. Но я не об этом. Я хотела прочитать комментарии вам некоторые, потому что один комментарий... Ну, вы знаете, я читаю комментарии, мне стало интересно прокомментировать комментарии. Короче, ну, там некоторые пишут, что, типа, ну, да, неинтересно действительно. Хватит уже оправдываться. Можно об этом говорить. Да, твоя жизнь на фоне других блогеров скучная и однообразная. Это факт. Но хватит уже говорить об этом. Все уже поняли, что тебе так комфортно. И про летсплея то же самое. Миллион оправданий. Все, кто тебя смотрит, любят и будут смотреть твои влоги из дома и машины, а также летсплеи, и так, что не расстраивайся. Вот вроде обидно, да, вроде и не обидно. Не понимаю. Но лайк не стала ставить. Не знаю. Как-то не то, чтобы прям сильно мой любимый комментарий. Рассказываю ситуацию. Под влогами своей подруги Карина, я, бывает, вижу комментарии о том, что слишком много про мероприятия, про работу, хочется побольше, там, тебя настоящей, твоей просто повседневной обычной жизни. У меня очень много про меня настоящую, про мою повседневную жизнь. И не так много каких-то, там, может быть, не знаю, таких вот, типа, то, что я хожу на съемки, на мероприятия. Ну, короче, у меня вот наоборот получается. И вот вы понимаете, что реально вот не угодишь людям. Вот девочка пишет, согласна с вами. Перед новогодними праздниками можно поснимать, как украшают квартиру, про наряды, как планируют отметить Новый год. Да, много тем и про день рождения можно что-то заснять. Юля лень. Она считает, что зритель и так все схавает. Обидно. Ну, вот реально, моя компетенция, ну, как бы, я на этом все. Наверное, действительно, проще всего реально, ну, никак это не комментировать, никак не обращать на это внимание. В том плане, что не то, что забить, просто вот я в этом же влоге, вот реально, вот не поверите, вот в этом влоге, где девочка пишет то, что Юля лень, объясняю о том, что мне не лень. У меня нет сил, у меня нет желания украшать квартиру. У нас ничего дома не украшено, мы даже елку в этом году не ставим, потому что у меня просто взрывается мозг. Мы не будем отмечать Новый год дома, мы поедем к родителям. И, ну, типа, я не хочу снимать. Я не то, что каждый год, но, да, по сути, каждый год я снимаю, как я украшаю елку, мои планы и цели на будущий год. И знаете что, никому не интересно, какие у меня планы и цели на будущий год. Вот, ей-богу, клянусь, никому... Ну, ладно, окей, да, смотрят, посмотрят. Я не знаю, сколько тысяч человек посмотрят. Но никому вот так вот, что прям вау, чтобы это вот видео, которое я весь год жду, когда сниму в конце месяца, и так будет интересно. Ну, да всем посрать. Я просто... К тому, что если бы я знала, что это какой-то супер ожидаемый контент от меня в декабре, там, например, видео про то, как я украшаю елку, что это просто супер необходимо. И в этом видео, например, чтобы я, там, о чем-то болтала, отвечала на какие-то вопросы, и, например, наряжаю елку и рассказываю про какие-то цели, планы на год, и благодарю, за что я 2021 год. Я бы могла об этом подумать, может быть, снять такое видео, заморочиться, поставить елку, хотя мы решили не ставить в этом году елку. Но этого никто не ждет, понимаете? Всем пофиг. Вот я просто понимаю, что вот эти комментарии, они просто, ну, такие вот, как пузырики. Никого не хочу обидеть, но просто понимаете, в чем фигня? Люди меня просят, я вам клянусь, я сейчас не оправдываюсь. Я вообще, я просто объясняю ситуацию, рассказываю, делюсь с вами. Люди меня просят больше показывать, там, я не знаю, мероприятий, больше движухи. Я снимаю влог, где одна движуха, одни мероприятия, люди говорят, не хватает разговоров, не хватает, вот, как обычно. Я снимаю, вот, как обычно, не хватает движухи. Я, значит, не могу найти нужную середину, понимаете? Не могу. Мне это не дано, значит, видимо, я не знаю. Короче, есть комментарии, да, которые прям, эй, вы че, не трогайте Юлю, Юля классная. Вообще все клево и супер, а есть комментарии, которые такие, типа, фу, не нравится, у тебя такой мерзкий голос вначале. Комментарий. Вместе с мужем. И такой смайлик. Господи, неужели нельзя по имени называть? Как же часто это муж. Я с мужем, я под мужем, я возле мужа. Вот представляете, насколько мерзкий человек? Вот че ей такого, вот че? Вот как будто бы я не знаю, что я сделала для нее плохого от того, что я называю своего мужа. Блять, мужем. Вот, знаете, я уже даже не знаю. Я уже просто в шоке. Во-первых, вы только гляньте, какой здоровый пакет. Это шок. Таз. Ну, во-первых, вот эта коробочка, то, что Слава вам снимал, мы ее соберем попозже. Там всякие блесточки, какие-то брюлянтики. Ну, вы видели. Типа такой хендмейт. Ну, не, прикольно на самом деле. И второе. Это уже такой как бы подарочек, аксессуар. На самом деле, приятно была удивлена. Даже не думала, что будет что-то вот такое вот прям. Такое прям, чтобы поносить можно. Короче, я, если честно, так и не поняла, как это носить. Но мне сказали... То есть я просто же не сразу это открыла, а уже потом открыла. Посмотреть, что же мне там подарили такого. Но когда мы были в бутике, мне сказали то, что... Как-то назвали и сказали то, что это можно в сумке какой-то прицепить. И как бы клево. Короче, не знаю, что это за штучка. Вот такая. Вот давайте я вам лучше по-другому ее сниму. Честно, я не знаю, но это очень похоже на чехол для аирпортцев. Мне кажется, прям вылитый он. Ну, я не знаю, поместятся ли сюда стики. Давайте проверим. Стики сюда не помещаются. Ну вот, а вы говорите, что не хожу я по мероприятиям. Хожу. Ну, знаете, что я решила? Я в этом году больше никуда не пойду. Никуда не пойду. Не потому что мне лень. Потому что у меня действительно, во-первых, все дни заняты. Во-вторых, уже сами представляете, конец года. Сейчас 22 декабря. 24 у меня съемки. 23. Сейчас я посмотрю, что у меня. Возможно, завтра я свободна. Да, завтра я свободна, кстати. Завтра можно и поснимать что-то даже. 24 съемки. Это что? А, да. Съемки. Потом еще съемки в другой день. Потом 26 воскресенье у меня маникюр. И наверняка появится что-то еще, потому что... Ах, я сейчас жду, когда до меня дойдут посылочки кое-какие. А потом уже все. Считай, 27, 28, 29, 28 у меня днюха. И я все еще ничего не решила. И, наверное, знаете, и не буду. Пойду со Славой в ресторан. Поем стейков с вином. Отличный план. Хотя я хотела друзей позвать. Не знаю. Все равно 24 года, не 25. Мне кажется, не так уж прям и важно отмечать. Ну, мне так как. А причина, по которой я не хочу больше на мероприятие в этом году, потому что пробки, это просто кошмар. Ну, если что-то будет рядом с домом, и в удобное время, я буду свободна, с удовольствием схожу. Но я просто... Мы сегодня просто офигели от того, как долго мы ехали. Чтобы вы понимали, мы должны были быть там в час. Из-за того, что какие были пробки, мы были там в два. Ну, короче, это кошмар. Это просто кошмар. Я, правда, я не хочу. Но я понимаю, что все равно нам придется еще поездить, постоять в пробках. Это неизбежность такая предновогодняя, поэтому... Короче, одна девочка в комментариях... Ну, я не знаю, написала, наверное, в комментарии 100. Она очень просит, чтобы я показала, какие у меня тени для бровей. Рассказываю. Эти тени я купила на Алтае абсолютно случайно, просто потому что мои закончились или сломалась палетка. Я уже не помню, это было давненько. И я вообще не знаю, что это за бренд. Я вообще не знаю, где его взять купить. Но вот, 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 все, что могу сказать. Не знаю, что здесь написано. Прикиньте, окажется, что прозрочено. А, нет. О, офигеть. До 22 года. Еще есть время. Вот такие брови. Не знаю, что за брови. Ой, брови, господи, тени. Мне нравится. Ну, я думаю, вы видите, как у меня на видео. Я ими пользуюсь. Мне нравится. Тут есть такой посветлее, есть потемнее. Очень удобно. Ну, вот видите, сколько я уже потратила. Смотрите, какой комментарий, ребят. Ты не ходишь никому, потому что ты не самоуверенная. У тебя, видимо, много комплексов, о которых ты сама знаешь, конечно же. Стала менее подвижной, потому что замуж вышла. Это была твоя главная цель в жизни. Скорее всего, тебе это придало уверенности. Думаю, да. Но штамп в паспорте ничего не изменит, если Слава вдруг тебя разлюбит. Боже, какая я не самоуверенная. Как много у меня комплексов. Так что, ребят, ну, о чем вообще можете идти речь? Вот вы сами представляете. Вот вы просто поставьте себя на мое место. Вот ты просто живешь. Просто живешь так, как тебе нравится. Тебя все устраивает в твоей жизни. Ты счастливый человек. Но кто-то в комментариях и со стороны считает, что у тебя очень много комплексов. Ты не самоуверенный человек. Твоей главной целью в жизни было выйти замуж. И теперь ты сидишь дома на месте, просто как жаба какая-то, понимаете? Вообще не двигаешься. И все, и ты счастлив. Ну, я не знаю, ну, вот как на это... Ну, у меня даже комментариев нет. Я просто чуть не описывала сейчас от смеха, когда я это читала. Думаю, ну, что это такое? Ну, что? Вот вы представьте себе. Вот я уверена, адекватные, вот реально адекватные, нормальные люди, они понимают, насколько это абсурдно просто выглядит. Это очень странно. Очень странно. Привет, ребят. Новый день. Причем какой? Да нет, на самом деле ничего такого прям, что с ума сойти. Кстати, зацените фоточки с Фенди. Класс. Я их уже выставила к себе в Инст. Стоп-комплиментов получила. Короче, сейчас мы со Славой будем выходить из дома. Поедем снимать рекламу. В студию нас будет фоткать подружка Наша, Настя. Она любезно согласилась нам помочь. Через пару дней мне 24. Прикиньте, что? Первый раз, мне кажется, в своей жизни я вышла... Нет, не я. Это какая-то другая женщина. Вот на кой черт открывать шлагбаум так заранее? Ну вот это бред просто. Почему нельзя к нему подъехать и уже потом открыть? Вот я не понимаю людей, которые еще даже не подъехали, уже открывают шлагбаум. Ладно, мы их пропустим так. Господи, какая ядрёная жвачка. В целом, это первый раз в жизни, мне кажется, я вышла из дома без сумки. Ну вот так вот, что, знаете, типа без документов. И вдруг я потом поняла... Я как будто у книгку хоть читаю. И вдруг потом я поняла, что нахера мне вообще нужна сумка? Короче, вдруг я реально поняла. Зачем мне сумку? Что у меня там? Ну, кроме паспорта, конечно. Кроме документов у меня там больше ничего такого необходимого нет. Я думаю, что мы успеем, потому что до Макдональдса нам ехать 16 минут. И мы там будем в 14.21. И у нас будет еще полчаса, чтобы доехать. А на самом деле нам полчаса не должно понадобиться, должно понадобиться меньше. Будем делать фото. Вот с той чудной коробочкой Lays. Приятнее чувство сотрудничать с брендом. Дружить с брендом. Работать для бренда, который самую люблю и ем часто. Это реально криво. Вообще, я хочу сказать, что год отменный. Отменный в плане изменений в, скажем так, благосфере. В рекламосфере. У меня, конечно, и сколько-то лет назад были классные, интересные проекты. И бренды, с которыми я мечтала работать. Но мне кажется, в этом году все прям намного круче стало. И отношение у брендов к блогерам стало намного круче. Ну, понятное дело, не ко всем блогерам, но просто реально раньше мне могло, наверное, только сниться, чтобы меня Фэнди пригласили к себе. Дали одежду, чтобы я в ней пофоткалась. Ну, конечно, дали одежду, чтобы я в ней пофоткалась. Звучит не так прям, да? Да, что там они со мной какой-то контракт заключили, еще что-то. Но для меня это уже вау. То есть просто даже то, что бренд Фэнди в России, да, в Москве конкретно, начал устраивать какие-то мероприятия, встречи. Поэтому это клево. Все меняется. Я думаю, что через пару лет я вообще буду лицом брендов таких крутых. Ну, хочется так. А что, это мужик на красный проехал, да? Да он какой-то нарушил, наверное, правило три и сейчас на красный проехал. Таких дебилов надо лишать прав, нахрен. Полностью поддерживаю. Все же здесь на дороге, все существуют по определенным правилам. Если бы этих правил не было, тут был бы хаос. И из-за таких дебилов, которые нарушают эти правила, происходит хаос. Да, но вообще на самом деле не важно, на какой машине. Вот еще один дебил. Даже поворотник не включил. Ну, даже поворотник не включил. Короче, на самом деле абсолютно не важно, на какой машине человек. Хоть то там Гелендваген, Мерседес, там, не знаю, BMW, Феррари, что угодно, да, крутое выбирайте. Хоть там на что другое, другое, там, Жигули, я не знаю. Вот реально, не важно. Нужно ездить по правилам. Да я на самом деле заколебалась поражаться людям. Вот почему вокруг, мне всегда кажется, господи, какие же тупые люди меня окружают. Я, конечно, не про всех. Но так вот просто элементарно даже выезжаешь по делам. Просто куда-то едешь, неважно, даже не по делам, тупо в магазин элементарно. Да, элементарно, Матсон. Едешь спокойно, по правилам. Показываешь поворотник. Останавливаешься на светофоре, когда горит красный. Ну, типа, знаете, обычные такие легкие правила. Это типа как, если вы не знаете законов, вы хотя бы знаете, что нельзя убивать, да, красить. Как тот там посмеялся, потому что, типа, законы, которые знает Юля, тире заповеди. Ну, типа, да. Я тебе сказал. Это и люди в комментариях тоже. Ну, один-два человека написали. Но на самом деле я потом дополнила это тем, что это шутка. Ну, как бы, хотя это не шутка. Есть же законы такие, где не разрешено убивать и воровать. То есть это хоть и заповедь. А, кто-то еще, знаешь, я пошутил. Типа, Юля живет, типа, по законам божьим. Да, да, да. Но это тоже, кстати, правда. Ну, я надеюсь, что у меня... Ну, не знаю, насколько вот я не грешница прям, знаешь. Наверное, ну, есть чуток. Но при этом я стараюсь компенсировать это хорошими делами. Поэтому, не знаю, наверное, нельзя и матом ругаться, да. И любить еду, любить деньги. Ну, не, я все равно не знаю. Короче, я не считаю себя грешницей, если честно. Нет, еду можно любить просто в умеренных количествах. Ну, да. Не переедать там вот... Я не жадная. Библия говорит. Я не жадная. Просто хотелось бы сказать, что будьте внимательны на дороге. Ведите себя нормально. И, если честно, я иногда вижу столько ужасных нарушений на дороге, что просто схожу с ума. Ну, типа, спокойно там пересечь двойную сплошную. Про одну сплошную я вообще молчу. Это типа как будто ее нет. Многие вообще не парятся по этому поводу. Особенно, ну, больше всего, скажу честно, меня вымораживает, когда проезжают на красный. Не так, что типа вот, ну, как бы уже ехал, моргал, и ты как бы проскочил и загорел красный. Не так. Хотя так тоже неправильно. А вот так, что просто тупо человек поезжает к светофору, такой остановился, посмотрел, красный. Понял. Ну, едем. То есть, это реально вот так вот. Я в шоке иногда. Просто в шоке. Не знаю, как так можно. У меня постоянное желание в таких моментах, знаете, сфотографировать, снять на видео, записать номер автомобиля. Вот прям что-то такое сделать, куда-то отправить. Вот прям, потому что меня бесит. В общем, едем в Макдональд, потому что жутко хочу покушать. Ничего не ела. Встала сегодня в 11.30. Легла поздно. Вот. Я начала увлекаться фотошопом. Ну, в смысле, фотошопом не то, что себя фотошопить, хотя это тоже. Но это я и так знаю, умею, практикую много лет. Раньше. Точнее, я никогда на самом деле вот этой темой даже не увлекалась. В общем, насколько вы знаете, я снимаю летсплеи, и мне для летсплеев нужны классные обложки. Мне их делает один чувачочек. Мне их делает дизайнер, за что я ему плачу денежку за каждую обложку. Ну, у нас два чувачочка делают. Да, у нас есть два дизайнера. Но вот, скажем так, тот дизайнер, который у Славы был и делал обложки для реакции, еще что-то, он не всегда быстро может сделать. И я нашла очень хорошего такого в плане быстрый дизайнер. Ну, делает хорошо, но при этом он часто на связи. Ну, для меня это важно, потому что у меня бывает такое, что резко понадобилось, и надо, чтобы как можно скорее сделали. Хотя я понимаю, что нужно заранее. Но если он там занят, у него не получается быстро мне сделать, я как бы, ну, все понимаю, вообще без выпендрежек. Не, нормально. Мы это один занят, мы другому пишем. Второй занят, первому пишем. Ну да, на самом деле это удобно. Но это неудобно, потому что у каждого дизайнера своя рука и разные обложки получаются. Немножечко они отличаются, обложки получаются. Но вот, как бы, то, что разнообразие есть, это тоже неудобно. Ну, возможно, да, ты прав. Короче, суть в том, что мне очень сильно хотелось поменять баннер на своем канале. И я очень хотела сделать баннер так, как я хочу. Потому что я не могу вложить свои картинки в голове другому человеку. Я могу постараться объяснить, но вложить не могу. И, в общем, я приняла решение. И вчера сидела много часов, установила себе фотошоп на компьютер. Я давно не пользуюсь фотошопом на компьютере, потому что мне он не нужен. Мне хватает того, что у меня есть в телефоне. Не то, чтобы я сделала там что-то необычное, конечно, нет. Просто мне нужно было освежить свою память, понять, что как, куда работает. Сделала баннер. Ну, на самом деле, я много сделала разных вариантов. И замороченных, и минималистичных. Я поняла, что лучше минималистичного нет ничего. Баннер на канал, где у меня будут выходить летсплеи. Я пока, если честно, не сняла нового летсплея. То есть вот у меня вышла 12-я серия Dying Light. И мне уже все пишут то, что в феврале выйдет вторая часть. Если она будет идти на Mac, я, разумеется, ее скачаю, тоже куплю. Кстати, ребят, у меня появился компьютер. Я его вернул. Мы его оживили. И сейчас я буду снимать новую игру. Называется Soma. Вот. Она очень классная, интересная и захватывающая. Там классная история. На моем канале она выйдет в ближайшее время. Кстати говоря, в прошлых влогах вы видели, я показывала канал с SP. Он назывался Basil Play, но в итоге я переименовала на Pushman Play, чтобы было, ну, типа, что это я на разных каналах буду по-разному представляться. Тоже себе запутаться можно. Я решила, что все-таки уже добью эту тему, оставлю как есть, добью эту тему, свой псевдоним, оставлю уже как есть, чтобы было сразу четко понятно, кто, чего, кого, потому что не все же знают. Вот. Просто я изначально назвала Basil Play, потому что я думала, что Слава присоединится к моему кооперативу. Смотри, я еще URL не поменяла, но планирую уже скоро его делать, ну, как бы там, знаете. Короче, у меня вообще такой прикол, у меня на канале URL Джулия Гагетидзе, типа, и я вообще выпала в осадок, когда выяснилось, что нельзя поменять URL. То есть ты его ставишь один раз и все. Ты можешь поменять имя на канале, название канала, да, описание, что угодно, но ты не можешь изменить URL, строку вот эту для сайта. То есть у меня канал Гагетидзе получается, там стоит, ну, типа, девичья фамилия, и уже теперь получается. Вот. Ну, потому что канал я создавала еще до того, как придумался псевдоним мой, и я была Гагетидзе какое-то время. Короче, я смотрел вчера видео Димы Масленникова, который закупается на миллион рублей в Макдональдсе, чтобы поучаствовать в Монополии. Естественно, нихрена не выигрывает. И теперь ты начал мне верить, да? Да. Слава, знаете, как бабка старая, или как дед. То есть вот у меня, например, нажимаешь на телефоне два раза кнопочку, да, вот Apple Pay оплатить, у меня там чисто вот карта одна. Одна карта. Я говорю, у меня одна карта. У меня так удобней. Если нажать такую славу, у него там просто, знаете, газеты, вот, будешь листать просто, да, не знаю, чего. Мы вчера зашли в аптеку, у него даже этой аптеке есть карта. Просто, чтобы вы понимали, у меня нет никаких карт вообще. Я вот... Это очень удобно. У меня есть где-то там, допустим, M-Video, да, вот такие такие скидки, мне нравится. Незаметная интеграция Wallet от Apple. Это очень удобное приложение. Тебе не нужно хранить эти чертовые карточки в своем кармане. Их просто до хрена иногда вот такие стопки там получаются. Нет, это я согласна полностью. Но не все компании как бы пользуются этой удобной функцией, и это жалко. Потому что большинство карточек так лежит на полке. Я ими не пользуюсь. А те, которые работают, я их себе просто загрузил, и очень удобно. Ну, в общем, если... Хотя я даже не знаю, буду ли я что-то там с этих бонусов там покупать. В том-то и суть. Вот мне это поэтому надоело. Не, ну они все всегда спрашивают, карточка есть? Я такой, да, есть. Я всегда говорю, нет, у меня ничего нет, я хочу оплатить и уйти. И не потому что... Не, я не так, конечно, отвечаю. Просто, что нет, нет, карты нет, 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 оплата картой, да, да. То есть вот, ну так. Ну, потому что я каждый раз с этими карточками, когда возилась, в итоге я потом их где-то теряла, в итоге потом, знаете, год копишь баллы, приходишь и говорят, ой, баллы списались, их надо было тратить. Я думаю, да пошли вы нафиг со своими картами. Поэтому единственная карта, которая мне по душе, вот такие, M-видео у меня есть карточка, классная. Туда копятся баллы с покупок, мы, помню, что-то купили, там уже 19 тысяч баллов накопилось. Во, на эти 19 тысячи можно что-то купить. Здравствуйте, в следующий терминал. Да, конечно. Буду чизбургер, 6 наггетсов, картошку, 2 кисло-сладких. Здравствуйте, чизбургер один? Ага. Один двойной чизбургер? Ага. Шесть наггетсов? 2 кисло-сладких. 2 кисло-сладких соуса? Ага. Большая картошка-фри? Большая картошка-фри? Ага. Два сырных? Два сырных соуса. Ага. Большой зеленый липтун? Большой зеленый липтун. Вот мы встретились с Нейстурской, сейчас она нам сделает классные счеты. Да? Да. Кстати, мы поняли, мы вдруг поняли, что мы были в этой студии, представляешь? Я думала, что мы здесь ни разу не были, а мы были. Я же тебе и писала, чтобы с Кариной здесь фоткались. Да, да я что-то вообще... Сколько даже меньше месяца назад. Да. Вот сюда оно. Ребят, мы закончили съемку, на самом деле час пролетел безумно быстро, потому что мы очень торопились все успеть. Очень красивая студия, но мы здесь успели отфоткать только рекламу. Ну, надеюсь, что клиенту все понравится. Мы очень старались. Так что сейчас уже поедем домой. Моя подружка любимая. Спасибо тебе большое. Кстати, для тех, кто не в курсе, я забыла, я в какой-то реакции на беременной 16 сказала, что меня бесят Настя. Все Насте, которых я встречала, они меня бесят, но на самом деле я не знаю как, я вообще забыла о том, что у меня одна из близких реально подруг Настя, бред какой-то. Вот, Настя меня не бесит, она лучшая. Хорошая подружка, которая всегда на помощь придет. Так что закончили. Сейчас поедем, каждый по своим делам. Так, ребята, новый день, и это у нас уже конец влога будет. Сейчас я вам еще покажу, как я делаю укладку мою любимую. Что сказать? Завтра у меня день рождения, 24 года мне. Точнее, завтра как. Я этот влог выпускаю в свой день рождения, поэтому сегодня, 28 декабря, у меня день рождения, мне 24. И, судя по всему, я решила никак не отмечать, я не расстроена, это было исключительно мое желание. Да мне что-то неохота. Ну что? Ну вот зачем? Не, ну в смысле было бы прикольно, наверное, но я уже говорила, что я немножко устала, и мне уже все это как-то вот... Хочу отдыха, да? Я уже жду скорее Новый год, просто вот чтобы Новый год, просто чтобы отдыхать, и все. Жду уже новогодний стол. Да и тем более у меня мама на дачу уже уехала, я всегда день рождения с мамой отмечаю, мне как-то не захотелось. Я вот сейчас, знаете, представила вот в ресторан ехать вечером в предновогодний вот эту вот пару. Думаю, а ну мне вообще надо. Не, ну может мы со Славой сходим в ресторан? Не знаю. Фиг знает. Может быть и сходим. Ну я думаю, может быть в январе, если что, отметить, как-то пригласить друзей. Но опять же таки, как правило, обычно, когда так планируешь, потом в итоге ничего такого не делаешь. В общем, не знаю, мне как-то... Ну блин, а чё? Многие вообще не отмечают свой день рождения, просто я чувствую, знаете, какое-то давление, как будто бы я обязана отметить день рождения, мне Карина уже не знаю, сколько дней пишет, ну чё, ну чё, ну чё. Все так, типа, ну чё, ну чё. Ну не знаю, что-то как-то я не планировала, вот нифига. Понимаете, нифига не запланировала, не спланировала, и в итоге в какой-то момент решила, что и лень мне. И вот уже день рождения наступает. Я это, ну как бы, принимаю как обычный день. Обычный хороший день, когда я родилась. Это замечательно. Для меня мой день рождения, это не то, что там потусоваться, побухать, нет. Для меня это всегда праздник, там, меня, моей семьи, да, моих родителей, потому что это день, когда я родилась, это день, когда моя мама родила меня. То есть, ну, вы понимаете, для меня это всё равно как Новый год, скажем так, семейный праздник. Я не говорю, что с друзьями не надо отмечать, нет. Ну как-то вот нет у меня вот такого сильного желания. Просто этот год был такой насыщенный на праздники, что я не чувствую, знаете, какой-то необходимости, какой-то сабантычек намутить. Хотя это было бы неплохо. Я сегодня работаю, сняла сегодня три рекламных проекта. Возможно, даже в свой день рождения буду работать, и меня это абсолютно устраивает. Сейчас я хочу смонтировать вот этот влог, который вы смотрите, и буду убираться дома. Потому что дома срач у меня не было абсолютно на это время. То есть, чтобы вы понимали, у нас в коридоре саные лапки. Саные лапки, это когда собачка пописала на свою подстилочку, вот эту пелёночку, потом наступила, потом как пообъезжала, и вот ты смотришь на пол, и видишь траекторию, куда она бежала. Они уже засохшие, понимаете? Я этим не горжусь, у меня реально тупо нет времени на это. Я понимаю, что я, ну, как бы, это всё равно не 10 минут, это мне надо то, всё, пятое-десятое, постель поменять. Хочу сразу всё мыть. Ну, короче, хочу заняться этим, реально. День рождения буду, наверное, встречать с шваброй в руках. И меня это абсолютно норм. Вот в этом году мне это абсолютно норм. 25 хочу отметить круто, потому что 25 всё-таки это вообще нихера себе. В следующем году буду отмечать днюху как следует. Кто знает вообще, что будет в следующем году. Так что, вот, я уверена, что вы меня уже все поздравляете. Я хочу вам сказать огромное спасибо за это. Мне безумно приятно. Я вас всех благодарю. Всех хочу также поздравить с наступающим Новым Годом. Ну, я думаю, что у меня ещё что-то выйдет до Нового Года. Ну, надеюсь, по крайней мере. Вот, в любом случае, просто спасибо. Мне приятно. Вот. Целую, обнимаю. А теперь смотрите, как я делаю укладку. Вчера я сделала себе губы. И у меня синяки. Вот, блин. Вкололи мне 0,6. Кому интересно. Я немножко замазала карандашом. Но на самом деле я так слегка просто, чтобы изгладить обстановочку. На самом деле, я думаю, что можно вообще спокойно хорошо закрасить. Вот тут вот. Вот тут и вот тут сильные. А тут херня. Что рассказывать? Я сейчас буду себе делать укладочку. Представляете? Ну, я, по-моему, вам уже рассказала, что я даже не знала, что у Дайсона есть длинные насадки. Что вообще есть набор Дайсона для длинных. Вот. Ну, на самом деле, я и с этими справляюсь. Но я думаю, что надо будет докупить для длинных волос. Конечно, так будет намного удобней. Мне много сушить не надо, потому что у меня сейчас в планах сделать именно укладку. Но я в последнее время немножко их подсушиваю, чтобы было ну, как-то быстрее, что ли. Пока не знаю, что именно. Короче, как я делаю? Я думаю, что можно и не париться и вот так вот сразу крутить. Но я разделяю волосы. Даже не знаю, насколько правильно я их разделяю. Ну, это, знаете, уже правильно-неправильно. Это уже каждый делает просто так, как ему комфортно. Я просто отделяю столько волос, сколько мне надо. Передние я делаю в конце. Ну, мне так просто удобней. Ох, уж эти странные махинации. Ой, даже не верится, ребят. Сегодня воскресенье. Мы сейчас должны поехать в ресторан с мамой Славы, со Славой. Слава забронировала, мама тут-то. Знаете, уже вот такое вот хочется расслабиться. Если честно, уже как-то... Не, не то, что силы покидают меня. Типа, да, год как бы заканчивается, хочется уже релакса какого-то. Но я бы не сказала, что вот прям сил у меня нет, еще чего-то. Все норм. Кое-что получилось. Красиво? Откидываем назад. А вот это надо мне зацепить, чтобы оно не соприкасалось, если что. С уже готовыми окнами. Просто когда немножко волосы высушены, их как будто не то, что меньше становится, а легче как-то сделать. Красота. Ну, я делаю не так, как получается в видео, наверное. Имеется в виду, что типа захватываешь, поднимаешь, и оно все накручивается. У меня так не получается, потому что волос много, и они длинные. Они не будут такими в итоге. Они будут более лайтовыми и на конце закрученные. Но мне на самом деле так очень нравится. Выглядит очень неприятно. Вот видите, они у меня сверху прям идут как бы волной. Но в итоге, я не знаю, может, еще из-за тяжести волос они потом уже не такие. Но, скажу честно, я очень довольна этой приблудей. Раньше у меня всегда было впадло мыть голову, потому что потом мне приходилось ее сушить. И я это, честно говоря, не очень люблю. Но когда у меня появился такой стайлер, мне это дело доставляет удовольствие, потому что я, ну, как бы вижу, как клево. И потом несколько дней хожу прям с красивыми волосами. То есть мне нравится. Мне нравится то, что получается. И не жалко на это потратить время. Мне кто-то писал, что, типа, Юль, только после твоей укладки реально захотела себе Дайсон. Ну, я не знаю, если честно. Не, это клево, на самом деле. Мне это нравится, потому что для тех, кто не умеет управляться феном и расческой специальной, то, мне кажется, это, конечно, очень удобно. Ну, знаете, например, в салоне, там, мастер, который, ну, умеет делать, он может сделать очень красиво и без Дайсона, а только с помощью расчески и фена. Но ведь не все же так умеют делать, правильно? Поэтому, ну, как бы... Это очень выручает. Субтитры сделал DimaTorzok Не прошло и полгода. А вот и мать говорю, не прошло и полгода. Привет. Привет, Настя. Ну, вот я одну доделываю и все. Ну, что, тебе мало губ? Или достаточно? Ну, уже достаточно. Ты вчера говорила, что мало-мало. Ну, так вчера до процедуры у него было мало. Не, сейчас вполне себе достаточно. Я даже жду, когда отек спадет. Не знаю, у меня нет ничего. У меня все ушло. Да? У меня вообще все, вообще ничего нет. Единственное, что, когда красила губы, я чувствовала вот эти комочки, ну, которые там стоят. И как бы немножко неровно накрасилась, то есть, ну, с непривычки, пока они там торчат. Ну, они рассосутся потом. Они в какой-то момент бывают, что прям вот губу трогаешь, и там комочек, ты его прям трогаешь. А потом проходит. Так, ну все, я готова. Так что вот так вот получилось. И на этом все. Ждите следующие видосики мои, а то этот влог и так получился, мне кажется, достаточно долгим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех любят, целую и всем пока. Пока.